Виталик, из чего состоит лёд? При какой температуре можно приготовить лёд? Ноль градусов по Цельсию. Правильно, при температуре ниже нуля градусов. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, можно ли заморозить не только воду, а и газ? Думаю, можно. Думаешь, можно. Совершенно верно. Ребята, на самом деле можно заморозить газ и именно углекислый газ. Виталик, при какой температуре можно заморозить углекислый газ? Есть у тебя варианты? Минус 10. Минус 10. На самом деле при температуре минус 78,5 градусов. Представляешь? Да. Очень-очень холодный. При большом давлении замораживается углекислый газ до температуры минус 78,5 градусов. И у нас получается замороженный сухой лёд. Он очень-очень холодный, и мы вас сейчас с ним познакомим. Виталик, одевай перчатку на правую руку, и я возьму вот такую вот миску и наберу в неё сухого льда. Итак, у нас целая миска нашего замороженного сухого льда, который очень-очень холодный. Посмотри, буквально за несколько секунд наша миска начала обмораживаться. Дотронься аккуратно пальчиком, который без перчатки. Холодный? Действительно очень холодный. А если его взять в руку с перчаткой, можешь попробовать, то мы почувствуем, какие эти кристаллические белые кристаллы очень холодные. Да. Чувствуешь, да? Итак, какой же эксперимент можно провести с нашим сухим льдом? Эксперимент, который я называю ледяное дыхание. Что для этого нужно сделать? Нужно сильно-сильно подуть на наш сухой лёд тёплым воздухом. Итак, проведём эксперимент. Готов? Угу. На счёт три. Раз, два, три. Круто? Да. Давай ещё разок. Настоящее ледяное дыхание, друзья. С вами был профессор Антошка и юный учёный Виталик. До новых встреч. Пока-пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»!